Беру F4. Гоу. Авто. Гоу. Ну, братцы, давайте попробуем. Так, а почему я на такой маленькой скорости заеду? Ух ты! Парень, наверное, знает толк в дуэльках. Да, давненько я не довалился. Ф4 тоже как я, конечно, вертолётный, гадина. На нём вот так висит себе дороже. О, хорош. Переворотик хорош. Попадает. 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 Как же нечестно. Почему он попадает? Так, провались ниже, ниже провались, ниже провались. Отлично. Хотя передо мной остался уже огонь. О, всё. Более-менее уверенно от шести скинули. Оп-оп-оп. Главное вот здесь, конечно, не лошить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так как так-то? Ага. РВ? РВ. Ой, РН. Руль направления должен сейчас свалиться. Нет, он летит. Это Фридрих. Ребятки, это Фридрих. Это огонь. Это не просто самолет. Это просто огонь. Без руля направления самолет себя прекраснейшим образом чувствует. И это я еще ему случайно этот не отстрелил. Ты когда-нибудь пробовал гражданские самолеты? Не, Владимир, не пробовал. Мне там не очень понравилась графика. Я видел Брокен стримит. Был у него на стриме. Для меня это, конечно, критичный момент. А, авиатор уничтожил танки с норм. 1-1. Мне многие говорили, что это достаточно интересный вариант времяпрепровождения, да? Так, я его не вижу и не пойму, летит он или не летит. Не понял я. Так, я и в этом jusque. 5-2. Присоединяем. 6-2. 7-2. 7-3. 9-8. 9-8. 7-8. 10-8. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как я... А, попал, попал, сорян Я уже хотел заматериться Но мы попали А, это как настроить симулятор В результате эта графика получается почти как в реале Да ладно? Ну, видишь, не довелось мне увидеть такую... Такую графику О, авиатор сбил танкиста Красавелла 2.1 А, нет, я тоже его сбил Значит, он тоже по мне попал Лобовой Давайте сейчас попробуем все-таки Все-таки попробуем пострелять После первого... А, нет, не даст он пострелять, да? Да, не хочет он дать пострелять Он сам хочет пострелять, я так чувствую Скорее всего, скоро это сделает Да, вот здесь я про... Чего, блядь? Очень интересно Симулятор Очень интересный симулятор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Какое-то веки у нашего рыцаря Потемнело в глазах Ну, я проигрываю, конечно, как всегда, вираж Для меня это убийственно Это для меня убийственно Ну, надо учиться Давайте будем... Можно даже записать Трек Треки, наверное, даже можно записать И потом Их пересмотреть Я не помню, кстати, так вью у меня включен или нет Запись треков так вью Если включено, будет вообще норм Как мне кажется Ветр чуть-чуть идет со скольжением Ну, как чуть-чуть, так приличненько И вот этот выход, конечно, из виража вверх Меня всегда убивает Когда я так выхожу, имею ввиду Ну, и с моей стрельбой С F4 Ой, лошара я Сори, брат Пиндерился как Как нехороший человек Все наушники зажарятся Провод не дают На ютубе можно найти видео Дополнение Таня, для тебя Ну, можно будет полазить Попробовать Так, давайте то же самое Нечто подобное Замутим Попробуем все-таки Вывести в виражик И учиться уже виражить Ну, молодец, авиатор Чисто Пошел на энергии играть Оу Ну, я здесь не виноват Там Там, если чего Не я виноват Так, братцы Сколько нас там Сегодня смотрит Есть кто Кроме Владимира Пишитесь Кроме Владимира Ой-ой-ой-ой-ой Я не люблю Такие ситуации Когда у меня нет скорости И я не могу ее разогнать И просто Неоткуда взять А он Начинает Через нить Разгоняться И Ко мне выстреливать Вот сейчас Пытаюсь устоять В горизонте Вверх не тяну В надежде на то Что получится Немножечко Разогнаться Давайте даже В нисходящую Немножечко Пойду Мне нужна Мне нужна сейчас Скорость Очень нужна Потому что Он чуть ниже Он может разогнаться И до меня Выпрыгнуть Соответственно Скорость у него Немножечко Было больше Я боялся За то Что он именно Вот так Вот меня Перекрутит То есть Сейчас Это Позицию Сдает Потихонечку Сейчас пойдет Опять Вправо Перекладка Вверх Скорее всего Служу По прошлому Опыту Но у меня Уже скорость 300 Мне уже Хватит Ее за ним Выпрыгнуть С небольшим Скольжением Также Авиатор Идет Видите То есть Игачит Левым боком Скольжение Возможно Из-за этого У него Основной Проигрыш И был Для того Что было Скольжение Вот сейчас Если он попадет Я конечно Не подстрелял Просто так бы Попал Наверное А зачем Мне Давайте Продолжим Продолжим Остаться Наверху По идее Не должен До меня доставать Мне сейчас Главное Опять же Разогнаться Чтобы Вот такие Моменты Ай-яй-яй Компенсировать Вверх 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 Иначе нам Кирдык Вот так Вот Да То есть У него Сейчас есть Энергия На то Чтобы Выдергивать Носик И постреливать Это Для меня Очень опасно А у меня Энергия Для того Что Вот сейчас Можно вниз Уходить Мне нужна Скорость Хотя бы 300 Так Хотя бы 300 Не вижу Его Хотя бы 300 Держать Когда Есть Какой-то Шанс Он Видите Он Начинает Переотпускать Ручку Заходит За меня Может И перекрутить Есть Только Надежда На то Что Он Идет На Чрезвычайном И Возможно Каким-то Образом Может Спортить Двигатель Потому Что Вправо Мне Как-то Не Очень Комфортно Стоять Тем Более Постоянно Ощущаю Его Сзади То Видите То Он Постоянно У меня В задней Полусфере Из-за Этого Движения Ручкой Получается Не Очень Скоординированной Вот Эти Ешки Мне Сейчас Выдут Боком Я Так Думаю Ешками Он Меня Практически Добил 250 Мало Давай 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 Вверх Нет Не вверх Не дотянет Не дотянет Не дотянет Можно наоборот Разогнаться Чуть Чуть Выходим вверх, 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 вверх Он без скорости Вверх, 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 он без скорости Я, по крайней мере, очень хочу его доверить Да, у него скорости меньше Ах ты, блин, попал Ну, скорость свою последнюю потерял Норм Спалил двигатель Ну, видишь, да, все-таки все это время, скорее всего, шел на чрезвычайке Сколько смотрел ли точку, ни разу Ночных полетов Да, у нас полетов и в сумму нету Сейчас мы начинаем пытаться провести, так скажем, вывозные полеты Завтра, кстати, будет летучка Подтягивайтесь, будут вывозные полеты По плану, по предварительному плану, так скажем У меня должен быть вывоз... Ну, в смысле, я буду лететь за инструктора По второй кабине Поэтому поговорить, в принципе, мы точно У нас будет возможность Так, я просираю, конечно, всю энергию сейчас Но я делаю это целенаправленно Попробую такой вариант Сможем ли мы перевести Перевести в виражик и еще повиражиться Вот, то есть сначала Все должны получить доступ к смуту То есть заход сложно иметь в условиях На посадку, да На посадку А потом Уже переходить будем К ночным полетам Ну, там, соответственно, опять же Надо будет сначала всех вывезти Да, вывозные Это вывезти, значит, вывозные То есть полеты с инструктором Курсант должен получить допуск К этим полетам А это не то, что Давай, я проверю, умеешь ты или нет О, ты умеешь, молодец Садись, лети Нет Для того, чтобы получить доступ Надо с инструктором Определенное количество часов отлетать Ну, не часов, так скажем, да Полетов Например, там, три полета Необходимо отлетать под шторкой Или в сложных метеоусловиях Вот завтра будет, да То есть курсант будет лететь Подшторкать, выполнять пилотаж Заходить на посадку под шторкой Либо в сложных метеоусловиях Зависит все будет от погоды Вот Когда все это он сдаст и пройдет Соответственно, он сможет потом делать это все уже В качестве, в виде тренировки Облачность у нас резко Погода резко ухудшится Облачность будет все ниже, ниже и ниже Вот И Так скажем Просто я хотел чуть-чуть разогнаться Чтобы здесь его поймать Попробовать, вернее, поймать Но я ему отдался Вот повезло мне очень, что он промазал Я отдался, конечно Вот, то есть После этого уже будут потом Допуска К ночным полетам После всех вывозных И получения определенной практики И, соответственно Уже ночные полеты Как-то так Интересного, по идее, еще много Но на это нужно время И Соответственно Нужен кто-то Кто бы Молодец Издается Нужен кто-то Кто смог бы Организовать вывозные Научить Рассказать Подсказать Как правильно делать Исправить ошибки Проверить На то Как ты понимаешь Что от тебя требуется И Дать доступ Допуск А, соответственно Допуск может дать Только тот Кто Его имеет Настоящий момент К СМУ У нас есть допуск Это у Володи Ну У него и в жизни И в реалиях Летучки есть И получается Что я Сейчас имею Он меня вывез Сколько мы там Три раза с ним слетали Он сказал Все, ты молодец У тебя получается Проверил Что все действительно Получается И Сказал, что да Мы можем теперь Говорит, с тобой Вдвоем вывозить То есть завтра Возьмет Он одного Я не вижу Ай-яй-яй-яй Падай-падай-падай-падай Да как так-то? Вот так Он возьмет Одного курсанта Себе Набор К себе На борт И я возьму Одного на борт Он что Полетел? Да ладно Вот это Бредятина Классно Прямо сейчас Имеется ввиду Ночью Офига себе Не, я тоже видел Не ночные пускай Но такие Полеты Вечерние Да, на море На Азове Я отдыхал Мы как бы Ночуем там В палатке На берегу И вот там Двадцать пятки Двадцать девятки Ну, Элки тоже В смысле Эл Эл тридцать девять Да Все крутили Ейские Кто там Ученики Училище Вау Он уже сзади Ха-ха Я что-то Прощелкал Я думал Мы только-только Сходимся Фига себе Чисто так Для Астраски Здесь сейчас Я уже буду Получать Нет Повезло Прям между Трассеров Прошел Очень он Такой Валки Неповоротливый Мне это Так дико Бесит Когда вот Надо Перевернуться Чтоб устоять Вот в такой Вот Абракадабре Блядь А он Еле-еле Перекладывается Теперь только Виражик Как по мне Все, отлично Все, главное было, ну как мне кажется Пережить вот этот момент Когда, нет, еще вот этот Сейчас будет момент Он еще сейчас сможет подернуть носик Но мне надо чуть раньше здесь уходить выше Чтобы он растрачивал свои излишки энергии На которых он может Вот это делать Теперь чуть-чуть разгоняемся 300, все, поехали в горизонт То есть чем выше я ухожу по траектории Тем сильнее ему приходится задергивать ручку И тем больше энергии ему приходится тратить А чем больше он тратит энергии, тем быстрее мы до него доворачиваем Сейчас он разгоняется Разгоняется, разгоняется Ну и мы тоже потихоньку будем разгоняться Чтобы парировать вот эти выдергивания ручкой Когда он все выкладывается весь Для того, чтобы пострелять Вот сейчас он будет это делать А мы в этот момент тоже разгоняемся и уходим с его линии огня Вернее пытаемся это сделать И вот когда он Так скажем, я вижу, что он пытается дотянуть до меня нос, чтобы пострелять В этот момент мне необходимо Уменьшать крен Уходя при этом немного вверх Заставляя его тянуть ручку все дальше, больше и больше Для того, чтобы он тратил свою энергию, тратил свою скорость И видите, мы потихоньку, потихоньку Градус за градусом отыгрываем Отыгрываем уголок Вот сейчас он пошел вниз Мне надо как-то реагировать Но я пока здесь не очень хорошо умею реагировать Остаюсь так же А вот теперь Он вверх И мы вот сюда вверх То есть я уже не буду к нему залетать в прицел Сейчас у него энергии нет Он пойдет вниз А мы к нему вот так вот сверху Начнем падение Ну, здесь, конечно, да Стрелять надо уметь А вообще Позиция была убойная на самом деле У меня Вот сейчас я вообще прям сильно-сильно рискую Скорее всего мне Кирдычина придет Потому что я Вытянуть про тот верх, который я вам говорил, не смогу Но у него тоже, судя по всему Управляемости Не очень много Да, от скорости, походу, было не очень много Вверху Поэтому он не смог совладать Ну и у меня сейчас 180-190 Надо тихонечко-тихонечко Тихонечко набирать скорость Иначе он просто меня догонит И обгонит на этом вираже Что сейчас, наверное, и произойдет Скорость немного больше Вот я вижу, что он доворачивает носик Ухожу чуть-чуть выше Как бы стараясь залететь ему за хвост Но сейчас вижу, что он Приотпустил ручку Мне надо разгоняться в этот момент Вот, чуть-чуть разогнались Уже полегче Уже полегче Не-не-не-не-не-не-не-не Фу. Фу. Кто ходит за меня, надо разгоняться. Ой, сильно я от себя отдал. Даю возможность тем самым пострелять. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну и мне здесь, конечно, немного помогает. Я так думаю и надеюсь, что это все-таки работает. Для того, что, как мне кажется, авиатор идет с небольшим скольжением на левый бок. Вот. А у меня сейчас дана педалька, да? То есть вы видите, да, что я периодически смотрю на приборку, для того, чтобы контролировать скольжение, для того, чтобы у меня его не было. Потому что при наличии скольжения, соответственно, энергия тоже тратится у самолета. И двигатель его... Ну, блин, так скажем. Ну, короче, тратится, имеет больше сопротивление лобовое. Соответственно, быстрее тратит, теряется скорость. Поэтому за этим моментом в вираже, конечно, нужно тоже следить и быть внимательным в этом плане. Так, у нас уже заканчивается топливо. Чрезвычайный нам не нужен. Крутим чисто на боевом. Потому что есть высока вероятность того, что он может просто сгореть у нас. И мы, соответственно, превратимся просто в мишеньку. Вижу я, да, что он начинает разгон через низ. Приотпускает уже ручечку, чтобы разогнаться. Потому что у него сейчас будет выстреливание, вот оно, вверх. А мне в этот момент нужно иметь скорость, чтобы вот этот раз и вот так вот парировать. То есть уйти с его траектории огня. И, соответственно, иметь еще скорость для того, чтобы не свалиться, а в итоге вернуться на свою траекторию. А у него после этого выпрыга он вниз не пошел. Сразу же ручку выдернул. То есть по энергии проиграл еще дополнительно. То есть какое-то понимание у меня, мне так кажется. Ну, опять же, я не знаю, насколько силен авиатор как дуэлянт. Я думаю, что моего уровня плюс-минус, да. Ну, нет. Нет, вот такие моменты. Самый огонь. Просирать все свои преимущества. Что я сейчас и сделал. Потянулся, как обычно. Лобовой ушел, слава богу. Потому что это было очень для меня невыгодно. Имея у себя 6 и вывести на лобовую, что он сейчас сделал. Это, во-первых, самая главная его победа, да. То есть он меня, получается, переиграл. Воспользовался моей какой-то ошибкой. Или я не воспользовался его. И как итог, да, он смог по мне пострелять. Пускай не очень эффективно. Но, еще раз говорю, да, что я имел преимущество. А он свел это к лобовой. Вот сейчас надо, вот в этот момент, надо на него пытаться уходить. Он сейчас будет тянуться вверх. Но мы давайте разгонимся, чтобы выпрыгнуть еще выше. Все, двигатель. Нет? Нет. То есть из виража он меня вывел. Как я понимаю, у него тоже не очень, как у меня получается, стоять в вираже. Невозможно. Поэтому он тоже можно ему засчитать, как такую небольшую победу. Руль направления отстрелили. Но мы знаем, что для мессера вообще по херу на хвост. При отстреле половинки руля высоты он начинает летать еще лучше. При потере руля направления для него это вообще не показатель. О, видите, он стреляет. Вполне себе комфортно чувствует. Стоит в виражике. Достаточно уверенно для самолета, у которого нет хвоста. Вот. Но... Это Фридрих. Что здесь скажешь? Это Фридрих. Вот как он... Ну, я просто в шоке. Как самолет без руля направления может вот так виражить? Ну, ладно, лететь по прямой. Согласен. Там кусок стабилизатора еще остался. Вертикального оперения. Но как виражить при этом? Огонь, огонь. Сейчас еще знаете, как будет интересно. Помните, когда я офигел, когда он дал педальку, да, и на встречных курсах мне прям прошил хорошенько. Вот если сейчас мейстер без хвоста еще и это сможет сделать, но это будет вообще прям огонь, а не мега. Мега огонь. Так, я прям запишу, посмотрю потом, действительно ли это был... У вас руль направления. Но больше там нечему было отлететь, потому что отсюда даже я вижу, что руль высоты у него в полном порядке. Обе половинки на месте. Обе управляющие поверхности на месте. Рулевые, наверное, да, не управляющие, а рулевые поверхности обе на месте. Поэтому отлететь мог только руль направления с хвостовой части. Ну вот опять он выводит на лобовую. И он, конечно же, пойдет на таран, потому что у него вариантов вообще никаких. Я хочу посмотреть. Да, смотрите, руля направления не было вообще. Самолет при этом прекрасно себя чувствовал. Это огонь. Это огонь. Это мистер Шмидт. Четыре вечера гоняет примерно в зоне минут 20 виражи пикирования горки. Блин, классно тебя. Фридех, конечно, могет. Могет, наверное, не такое. Будем сейчас еще посмотреть, что он еще могет. С каждой дуэлькой он могет все больше и больше. Удивляет, вернее, меня все больше и больше. Евгений Николаевич, ну ты, конечно, дал. Ты, конечно, сейчас дал, отжег. Так промазать с такого ракурса. И это надо было постараться. Давай, Владимир, спасибо, что забежал. Спасибо большое. Удачи тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не могу я быстро разворачиваться на самолетах во время двуэли. Это, конечно, меня подводит. Не хочу я идти сейчас вниз. Субтитры сделал DimaTorzok Пытаюсь устоять. Вот эти вот моменты для меня очень опасные, когда вот он стреляет. В принципе, он все делает правильно. Но здесь главное не поддаться и не уйти из выража, иначе это будет равносильно смерти. Вот сейчас надо вверх, 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 вверх. Вот надо вверх, понимаешь? Я даю ручку влево, а мистер Шмидту вообще пофигу на мое движение ручки влево. Он не убирает крен. Он его как будто бы затягивает этим креном. Как будто бы повесили целые гири туда. На правое крыло, и я не могу просто его сорвать с этого места. Где он? А, он вот он. Вот так надо смотреть. Очень неудобный ракурс, правый вираж. Как-то мне дается. Почему-то стал даваться хуже, чем левый. Это немного странно. Надо немножечко подразогнаться. Предпускаю ручечку. Иначе он сейчас будет выдергивать на меня носик. Сейчас. А мне надо при этом вверх, 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 вверх. Вверх не даем. Не даемся. Да. То ли это из-за того, что я немножечко пробитый. То ли это из-за того, что я такой кривой. То ли это просто непривычный для меня самолет. Но мне очень непросто его держать. То есть я вроде все вижу, все вроде бы понимаю, но вот сделать ничего не могу. Да, глаза, говорит, умные, но сказать ничего не может. Вот это про меня в текущей ситуации. Пытаюсь я у него откушать еще энергии. Сейчас он пока во мне не стреляет. Можно немного разогнаться. Нужно, вернее, немного разогнаться. Сейчас он начнет доворачивать и стрелять. Нужно будет тратить свою скорость на высоту. Вот видите, он пытается довернуть. А мы будем уходить чутка выше, 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 выше. Для того, чтобы сократить. Не дать возможности ему пострелять. Такой очень тонкий момент. Так, давай-ка обороты максимально возможные. Если им научиться пользоваться, то можно вот так вот отхавывать понемножечку. Энергию хавать, хавать, хавать. У него хавать, хавать. И потом произойдет что-то такое, с чем я пока не знаю, как дальше быть. Да, когда вот ситуация, когда я вижу все, что мы по энергии выигрываем, что мы в вираже его перекручиваем. Но решения огневого я достичь не могу добиться. Это надо, конечно, этому надо поучиться. Поучиться это сделать. Потому что, ну так скажем, ради этого вот это все кручение и происходит. Именно ради этого огневого решения, которого мне, кстати, и не хватает. А вот сейчас я не буду торопиться. Сейчас он пойдет уже под меня вниз. Скорее всего. Вот он сейчас идет по нисходящей, по нисходящей, чтобы разгоняться. Давайте мы тоже так же будем идти. Стараясь оставаться у него позади. Будем лететь ему за хвост. Вот. И тем самым, да, понемножечку его перекручивать. Попадание было. Да, крыло я вижу правое. Покоцаным. Вот не хочет он переворачиваться, понимаете? То есть я ему даю уже и педальку, и ручку до конца. Вот в этот момент не хочет он переворачиваться. Это надо учиться. Да, то есть какие-то... В какие-то моменты необходимо убирать... Убирать обороты. В какие-то моменты приотпускать, отдавать ручку от себя, чтобы его вот так перевалить. Иначе он просто не получается ничего сделать. Ну, сейчас вот в двигатель прям попал. Неужели ему пофигу? Да, ему пофигу. Ну, ему я имею в виду не авиатору, а F4. Нет, что-то откачило. А, я понял. Это он выпрыгнул. Хорош. А, я понял. Спасибо за ее спать, ок. Тебе спасибо.